Дорогие друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите Ньюз Тайм. В этом выпуске о самых ярких событиях шоу-бизнеса. У Валерии нет шанса. Такое название получил новый сингл звезды. Дата релиза видеоклипа на песню 5 июля. Ньюз Тайм. Вышло видео из посмертного альбома о Вичи. Режиссером клипа «Хевен» стал Ливан Цикурешвили. В ролик вошли материалы из домашнего архива. Этой работой продюсер-музыканта почтил его память. Ньюз Тайм. Дорогие друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. Ньюз Тайм. Что может быть лучше праздника жизни и музыки? Два дня праздника жизни и музыки. Второй день фестиваля «Усадьба джаз» отворил свои ворота. Посмотрим, что нас ждет сегодня. Второй день фестиваля «Усадьба джаз» обернулся праздником музыки и не только. Организаторы подготовили зоны релакса, маркет с одеждой, мастер-класс по ретро-фотографиям, детскую сцену, фудкорты и многое другое. Кого из исполнителей вы сегодня ждете, чтобы вот так вот потанцевать по-озорному? Я ничего нового не скажу. На «Блэк Ай Пис» пришел сегодня, а вчера пришел на «Сплит». Если смотреть на сцену «Портер», ты видишь и воду, и горы, и зелень, и кажется, что ты где-то в космосе совершенно пребываешь. Одним из открытий стала и американская певица Иоока. Музыка в жизни девушки была всегда, даже когда она, еще не будучи артистом, работала простым фармацевтом. Тебе когда-нибудь говорили, что твоя музыка становилась лучшим лекарством? Да, люди нередко говорят мне, как мои песни лечат от одиночества. Потом они на свадьбах танцуют со своим женихом или невестой под мою же музыку. Это для меня лучший комплимент. Оправдала ожидания публики и певица Кара Эмиральд, чей дебютный альбом провел целых 30 недель на первом месте в нидерландском хит-параде, тем самым побив рекорд пластинки триллер самого Майкла Джексона. Это был момент, когда я поняла, насколько далеко все зашло и насколько грандиозным оказался мой успех. И до сих пор я не могу в это поверить, потому что это же триллер, это Майкл Джексон. Но, конечно же, я этим очень горжусь. Гордостью фестиваля стал и Иван Дорн, чье выступление ждали наравне с хедлайнерами. Как тебе выступление Ивани Дорна? Супер, супер, очень люблю, очень люблю за эту изыскание, за этот вкус. Толпа немножечко ждет старых песен, то, что новые мало кто знает, но все равно прикольная музыка, классная. Ну а хедлайнером вечера стала легендарная американская группа Black Eyed Peas. Совсем недавно коллектив воссоединился после распада. И пусть певицы Ферги в составе нет, это не мешает парням вновь колесить по миру. Это мое первое русское слово, и я хочу выучить еще. А сейчас мы исполним нашу новую песню, которая называется «Be Nice». Очень понравился Дорн, прям вообще просто от души. Ну Black Eyed Peas вообще мне, конечно. Энергия здесь просто потрясающая. Black Eyed Peas так заряжают, а это толпа. Вот это и есть то, что вдохновляет таких артистов, как я. За два дня на четырех сценах фестиваля «Усадьба джаз» выступило более 20 артистов, а парк «Коломенское» посетило более 45 тысяч человек. Фестиваль прошел при поддержке телеканала Bridge TV. Вот так завершается фестиваль «Усадьба джаз» в этом году. Шумно и весело. Всем peace! Всем Black Eyed Peas! Видеосервис Megogo открывает увлекательный мир мультфильмов для юных зрителей. С 30 мая по 2 июня в Москве прошел детский фестиваль «Мультимир», на котором дети могли встретить своих любимых героев из популярных мультфильмов, поиграть с ними, а также при помощи родителей пройти веселый квест. Победители получили подарки, и в том числе от видеосервиса Megogo. Каждому вручили подписку на бесплатное ТВ и кино. Теперь дети и их родители могут смотреть более 200 ТВ-каналов и 8 тысяч фильмов, среди которых тысячи мультфильмов для разных возрастов и любимые детские телеканалы. И все это на любом удобном устройстве. Дорогие друзья, на этом все. Вы смотрели Ньюстайм. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока! ТВ-каналов 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 ТВ-каналов